10.02 10.02 10.02 11.02 12.03 12.03 11.03 12.03 12.03 13. 15.03 15.03 18.03 18.03 18.03 18.03 Учитывая расценки на подобного рода нарушения, вырисовывается несколько тысяч евро штрафа, но они, видимо, очень хорошо просто знают, какие камеры, где могут поймать, где нет. Их не так много, но они очень заметны, естественно. Обратите внимание, что некоторые велосипедисты, вот здесь любители велосипедного спорта, толком даже и джиры не смотрят. Едут себе сами, и все. Еще один из тех, кто имел амбиции уехать в отрыв, но не уехал, Францис Муре из Францис Дюжи. Биг Мат говорит о том, что все сегодня будут пытаться уезжать в отрывы, потому что это едва ли не последний шанс, действительно, для, как говорят итальянцы-пасисты, для рулера, как говорят французы, отметиться, прежде чем начнутся большие горные этапы. То есть, понятно, что в разрез между этими блоками горных этапов будет один день равнинный, даже под горку в основном, но как там сбежать? Там, скорее всего, вообще все будет очень компактно, и, скорее всего, там-то как раз будет последний групповой финиш. Останутся ли там, соответственно, мастера-спринтеры? Вопрос большой, но... Так вот, я тут начинал говорить-то, пока не уехали окончательно от Бальцана, начинал говорить про Райнхольда Месснера, который, с моей точки зрения, один из вообще самых выдающихся спортсменов и спортивных общественных деятелей, если угодно, человек, любящий природу, человек, любящий эти высоченные горы. Ну, так интересно, что там в живописном замке, называется Кастель Фермияно, он был выкуплен, насколько я понимаю, месснером, и там организован музей гор, уникальное совершенно заведение, которое тоже стоит посетить. И вообще, здесь, конечно, есть некое триединство, да, это альпинизм, это велосипед, и, пожалуй, третий компонент, это будет трекинг, это будут пешие переходы на большие расстояния в этих чрезвычайно живописных горах. Наиболее впечатляющее нагромождение доломитов находится, вот если смотреть от дороги, по которой сейчас едут велосипедисты, справа, даже справа и туда чуть-чуть, в правый верхний угол экрана, вот там будут те самые доломиты, куда мы с завтрашним этапом и приедем. И, которой мы надеемся, если будет хотя бы такая погода, то мы ими сумеем полюбоваться, потому что, вот, вспомните, Пасо-Пордо и полостного отвратительная погода. Тут нам приходится изучать теперь не только сводки погоды, но и сводки метео... сводки Сейсмо-Бюро, для того, чтобы окончательно убедиться в том, что все будет спокойно. Несколько вопросов, касающихся Винокурова. Вот интересно, опять же, к сожалению, наверное, вы, дорогие друзья, смотрите не все этапы, потому что не далее, как позапрошлую субботу, мы с ним достаточно продолжительно беседовали в прямом эфире и ближе, кстати говоря, к финалу этапа. Он говорил о своей подготовке, он говорил о том, что он доволен командой, доволен тем, как на тот момент шли капитаны, как они держались. Ну и о своих планах говорил тоже, что он обязательно поедет в Тур-де-Франс, который будет в завершающем его карьере. Поедет, скорее всего, естественно, на этапы с таким прицелом, потому что все амбиции генеральной классификации будут принадлежать, как он выразился, более молодым спортсменам. Есть кому уже замахиваться на майке. Но примерить ее было бы неплохо, но, в принципе, он готовится все-таки на прощание выиграть какой-то хороший этап и урегулировать свои взаимоотношения с Тур-де-Франс, где он уже становился призером, как вы помните, в генеральной классификации. А в прошлом году тур выбил его из седла. Было тяжелое падение, и вот это как раз изменило его планы, заставило еще все-таки на годик профессионалах остаться. Другое дело, что он сейчас, естественно, дозирует свое участие в гонках, на одной из которых мы его видели хорошо, тур Турции, который мы транслировали. Он даже ездил там в отрывы. Так что, фу-фу-фу-фу, все у него в порядке. Вопрос Игоря, спонсируют ли автопроизводители отдельные команды, кроме Radio Shack, у которых Nissan в названии. Ну, вообще, надо сказать, что исторически довольно часто, и раньше, кстати, это бы имело более массовый характер, что автопроизводители были титульными спонсорами команд. В свое время и Peugeot, и Renault, и Fiat побывали титульными спонсорами. Вот если говорить на эту тему, то постоянно сейчас на всех крупнейших радиостанциях итальянских повторяется один и тот же Иван Бассо, точнее, одна и та же фраза, несколько фраз в исполнении Ивана Бассо, и они отнюдь не касаются его перспектив в нынешней джигде Италии, а это просто-напросто реклама Citroen, которая является техническим спонсором, вот тут подчеркиваем сразу, потому что, естественно, технички получают, естественно, команды бесплатно от своих автопроизводителей. Ну, и это выгодно. Тут большая взаимная выгода, надо сказать, потому что, вот, что касается той же Skoda, то она сделала очень серьезную прибавку за счет участия в хоккейных турнирах и велосипедных соревнованиях, причем, несмотря ни на какие кризисы. Ну, а Бассо начинает таким суровым голосом, насколько это вообще возможно, потому что голос у него, в принципе, мягкий и высокий. Тем временем вы видите, что Пурита подвезли еще поближе, и Катюша теперь диктует темп основной группе, и разрыв после этого сразу стабилизировался, после того, как Павел Брут стал первым, и практически не сменяясь, повез. Ну, и перед этим, ну, то есть, окончательно более-менее все это пришло к логическим десяти минутам, после того, как Смукулис включился, после этого Брут, и вот эти десять минут теперь и есть, и долгое время будут так сохраняться. С определенного какого-то момента, если у кого-то появится настроение этот отрыв все-таки разделать, хотя 50 километров и 10 минут, это слишком серьезно, конечно. Значит, опять, скорее всего, мы увидим две гонки. То есть, странно будет, если Пурита совсем не попробует в тех двух крутичках, ну, а пока здесь вы видите военный совет между двумя очень мощными моторами. Катюши двумя национальными чемпионами Брутом и Кучинским. Ну, а Пурита чувствует себя, как у Христа за пазухой. Тоже во всех своих интервью отмечает прекрасную работу команды, прекрасный командный дух, прекрасную атмосферу. Что же касается, вот некоторые говорят, что я, дескать, не привык капитанить, что это для меня какое-то новое испытание в 33 года. Ну, я бы сказал, что я в Катюше уже все-таки давно чувствую себя вполне на капитанских ролях, говорит он. И каким образом объединять командные усилия вокруг своих действий, это я знаю уже не первый год. И, в принципе, опять же, мне как капитану доверяют ребята уже тоже давно. Поэтому, может, для кого-то сторонних это кажется так, а на самом деле в этом плане наши все построения уже давно проверены. Интересно, что вот как выскочился, высказался Баса по поводу перспектив Фокима Родригеса. Ну, он вообще дает исключительно четкие и трезвые оценки, Иван. И потом я расскажу, как он анонсирует Ситроен, потому что так, а, тут у нас вообще еще монтажная пауза сейчас будет, через 10 секунд. Он перемолчивает туда монтажную паузу для того, чтобы те, кто смотрит у нас повторы, а все-таки будний день, ничего не пропустили. Разрыв между 10-ю гонщиками, сумевшими кровью и потом добыть себе преимущество, избежать от основной группы и пелотоном по-прежнему стабилен. Это 10 минут с небольшим. Катюша в главе пелотона. Защищая свои лидирующие позиции, но, собственно, на них никто не посягает сейчас толком, потому что в отрыве нет никого из тех, кто находится хотя бы даже в получасе. Вот. Пакима Родригеса. Ну, а Буаро, который заработал столько себя очков для повышения популярности на нынешней Джериде Италии, молодой вице-чемпион Италии в разделке, дебютировавший здесь, на этих дорогах, увидели, подзаправился для того, чтобы, может быть, даже предпринять сольную атаку, потому что дожидаться более крутых подъемов, это не в его интересах, потому что он разделщик. Он уже пробовал, вы помните, однажды выставить в одиночку, его настигли, он поехал в отрыв из отрыва, и после этого он сказал, что он никогда не ездит, просто экспонировать цвета спонсоров. Он едет для того, чтобы бороться за победу. Это еще с андеровских времен, это еще с категорией билетанти, и на взрослых жира продолжается то же самое. Ну и сейчас его относительно подзаправили. Кстати, вот насчет еды, это очень важный момент, допустим, вспомните того же самого Пенотти, который активничал, активничал, ничего толком не заработал на предыдущем этапе, из-за того, что упал, потом бросился в погоню и забыл поесть, попить, и все, его перекрыло так, что осталось от возможности это инженер, это лоднокровный человек, который больше живет разумом, а не физикой. Вот тот же самый Скарпони сказал, что голова это вот при таких гонках 50% успеха. То есть, ну, сюда входят и нервы, разумеется, и холодность этой самой головы, то есть лоднокровие. сердце, соответственно, страсть, упорство еще это где-то 30% и только 20% состояния ноги, то есть физические кондиции. Подразумевая, что физические кондиции более-менее близки у всех тех, кто воюет сейчас за генеральную классификацию и кто вписывается в 3 минуты, это более 10 человек, которые к последней неделе так приехали. Ну вот, пожалуйста, повесили нам паузу, прервали какую-то хорошую мысль. А, ну да, насчет автомобилей и насчет того, как звучит вот эта реклама в исполнении Ивана Басова, который явно, конечно, не речевик, не актер разговорного жанра. Вот, кстати говоря, полноценный роудбук. Вот так он красиво выглядит. Я думаю, что, скорее всего, Луки Моцанти дали его показать всем зрителям, потому что вот такие же лежат на наших комментаторских столах. Там во всех подробностях все решающие горки, профиль последних километров маршрута, дополнительная информация, касающаяся подробностей маршрута, расписания, соответственно, хода гонки по средней скорости, всякие красивые картинки, плюс представление стартового и финишного городов, как правило, тоже. Ну и куча всякой рекламы. Надо сказать, что всегда эти роутбуки начинены буквально рекламными заставками. Это тоже и автомобили, и велосипеды, и одежды, чего только нет. И вещи, совершенно не имеющие отношения к велоспорту, просто потому, что это один из многочисленных спонсоров, которые работают с РЧС Спорт по этой гонке. Так вот, Иван Бассо таким, по возможности, басовитым голосом приглашает всех в свою команду, как бы. Он говорит, что мне нужны, я готовлюсь к главным баталиям, и мне нужны люди суровые, люди, привыкшие к простой жизни, люди, которые знают мастера своего дела, люди, привыкшие работать физически тяжело руками. Джани Савио крупным планом сейчас, который пытается дать какие-то указания Де Марки. Де Марки уже однажды съездил за этапом, оказался вторым, следом за русским Коста-Риканцем Амадором, наполовину русским, по-моему. Ну и вот Джани Савио, его интервью, наверное, будет наиболее по теме из тех, которые Стефано Бернабино взял перед стартом сегодняшнего этапа. Иль Принчипе принц Джани Савио, такая кличка у этого 64-летнего спортивного директора, говорит о том, что он, безусловно, очень доволен тем, как выступает команда, и, наверное, мы все-таки доказали, что нас пригласили сюда не зря. У нас есть определенное недовольство тем, как едет наш лидер Рухано, но, с другой стороны, мы же, естественно, многопрофильная команда, и мы не полностью зациклены исключительно на амбиции в генеральной классификации. Так или иначе, у нас было очень много ярких моментов. Это и Рубьяно, это и Феррари, который выиграл этап, конечно, Фабио Феллине, второй Фрузинон, это Александр Демарки, который был в тройке сильнейших подъеме этап, разумеется, не тот этап, где Венесуэле сможет раскрыться, хотя есть два коротеньких отрезочка, где его легкости, его горные амбиции могут как-то помочь, но пока, честно говоря, он и не выглядит даже претендентом на призовые места, выглядит претендентом на то, чтобы стать победителем какого-то очень высокогорного этапа с огромным количеством гор с максимальным градиентом. В Доломитах там вот это, да, это, это то, что ему реально может удастся, а все остальное, эти амбиции в общем зачете, наверное, они сейчас и ни к чему, потому что уже и так с переуполнением плана идет в гвардии Джани Савио, зрители довольны, спонсоры довольны, что еще нужно. В который раз перечисляют нам участников этого отрыва, далеко не каждый из них горняк, и даже большинство в общем-то не специалисты горовосхождений. Ну и чуть-чуть подробнее, наверное, о том, как же выглядит финишный отрезок в Фальцине на высоте тысячи метров над уровнем моря. Там есть кусок кусок длиной примерно в два с половиной километра, где средний градиент составляет почти девять процентов. Но после этого плоскогорье, если можно так выразиться, потому что, в принципе, это долина, просто более высокая точка этой долины, и такие уж совсем драматичные горные подъемы там не найдешь. Ну, там есть выполаживание, и даже финиш немножко под горку получается. Ну, вы видели, собственно, финишный створ. Поэтому как бы распадается вот этот отрезок последний в шесть километров на подъемы, довольно крутой подъем, там 150 метров 12 процентов есть даже, но потом пологий кусок. Лагулачено, да, в какой-то степени это параллель вполне оправданно. Вы помните, там сбежал все-таки гонщик Пезо Дипюме, то есть веса пера Доменико Поццо Вилла. Ну, а у нас снова очередная реклама. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok